МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С праздником, с праздником! Дружно поздравляем вас! Счастья и радости пожелать хотим сейчас! Пусть удача и везение не покинут вас! Принимайте поздравления, будь сейчас одна! Культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню Металлурга, были организованы в городском парке имени Чехова. Погода не подвела, день выдался солнечным и, как говорят синоптики, без осадков. Так что обязательному в такие дни променаду по центральной аллее со сладкой ватой, воздушными шарами или мыльными пузырями ничто не могло помешать. Своим праздничным настроением харцезяне охотно делились с нашей съемочной группой. У нас город все-таки металлургов. Трубный, канатный, всем прекрасно. Музыка, счастье, восторг. Тем более в такое время, когда ты музыку слышишь. Как можно не приехать, не прийти? Тем более мы с коммунистов. Услышали, быстренько приехали. Сейчас сладковато, воздушные шарики. Ну настроение. Трое деток, он семья. Кумовей всех собрали. Все по машинам посадили. Приехали. Ну восторг, праздник. Я закончил Дружковский машиностроительный техникум. Всем металлургам счастья, здоровья, успехов в их труде. На канатном заводе я отработал с 75-го года по 86-й. Потом работал в Донбасс-Риберти. 20 лет. Пришли с семьей. Дочь, жена, внуки пришли. Празднули за всеми этот праздник. Повеселиться на людей посмотреть. Для многих харцизян День металлургов – праздник семейный. Трудовые династии трубников и канатчиков для нашего города не редкость. Семья Костенко – одна из таких. Семейный, да. У нас родители и мужа, и мои. Все на заводах на канатном трудились. Я до сих пор там тружусь, муж там работал. Поэтому, да, это наш семейный праздник. Всех поздравляю с этим праздником. Ну, думаю, что наконец-то на нашей земле воцарит мир. И мы будем отмечать с размахом этот праздник. На одной из парковых аллей расположились мастера творческого объединения вдохновения. Поделки из бумаги и ткани, игрушки, валеные из шерсти и модная бижутерия. Все это рукотворное разнообразие можно было внимательно рассмотреть, потрогать, узнать технологию изготовления и, конечно же, купить. За всегда-то и подобных мероприятий Светлана Самоздра и ее сын Сергей увлечены оригами. Со всеми посетителями выставки, желающими овладеть японским искусством складывания бумажных фигурок без ножниц и клея, харцизские мастера охотно делились опытом. Поскольку металлурги делают самолеты, у нас сегодня новая игрушка – это модульные оригами-самолеты. Сережа сегодня покажет мастер-класс, как раз собирает самолетик. Новая, ну, танк тоже связан с металлургией, из металла. Ну и традиционные наши павлины и наши животные, любимицы детей. Не все оригами одинаково легко переносят путешествия на выставку. В коллекции Светланы Самоздры есть один оседлый экспонат. Павлины, они у нас, конечно, птицы с капризной, с характером, да. Особенно, которая наша с большим хвостом, красивая. Стоит в школе, большой и непереносной. Все приходят в кабинете, любуются. Интересуется разными видами рукоделия и пробует разные техники. 17-летняя харцизянка Анна Белайван. На ее столике яркое разнообразие изделий из бумаги и ткани. Беру вдохновение в интернете, смотрю видео и... Повторяю за этим видео, как делают. Ну, бывает, не получается. Ну, пробую, повторяю, ну, потом получается. Увлечение еще одной харцизской рукодельницы Натальи Кузьминой началось с кукол-мотанок. Всего несколько лет назад была сделана первая игрушка. Сегодня их уже набралось на целую коллекцию. Мое увлечение началось в 2014 году. Ну, нравится мне это. Я решила своим подругам сделать подарки. Куклы-мотанки. И потом мне захотелось сделать что-то к 8 марта. Я решила сделать текстильные украшения и брошки. И вот так вот потом участвовать в выставке. Чулочная техника. И о такой можно было узнать на харцизской выставке. Автор чулочных кукол Светлана Дудкина делится технологией. Делается это все из текстиля или чулки, набивается синдепоном, формируются лица и делаются такие куклы, как у меня получается. Делаю самошляпки, все это делается вручную. Научилась потихоньку, ну, благодаря интернету, в интернете можно найти все. Научилась корзинки плести, это с бумажной лозы. Ну, все это делается, все это приходит со временем, как-то все это интересую. Смотрю мастер-классы в интернете, ну, и вот в результате получается то, что у меня получается. Главной концертной сценой праздничного вечера стала сцена парковой танцплощадки. Здесь выступали вокальные и танцевальные коллективы Харцизского и Зугресского дворцов культуры. Черная пантера и радость, провинция и калинка. Торжественности празднованию Дня Металлургов придала церемония. Грамотами общественного движения Донецкой Республики, Министерства промышленности и торговли были отмечены работники трубного и канатного заводов. Разрешите поздравить наш родной Харцизг, всех жителей с этим замечательным праздником, Днем Металлурга. Хочется пожелать, прежде всего, всем мира, здоровья, но нам, Металлургам, конечно же, бесконечных заказов, стабильной работы, ну, конечно, стабильно, высокой заработной платы. Всех с праздником! Дорогие харцизяне! Нынешний праздник Металлургов наш завод отмечается своим прежним названием. Слова «Харцизский» и слова «Силур» объединились. Наш завод теперь называется «Харцизский» – стальпроволочный канатный завод «Силур». Для заводчан это двойне приятно, потому что многие из них работали еще в советское время на этом предприятии и продолжают работать и сейчас. И это объединение символизирует то, что жизнь продолжается, передаются традиции как прежних поколений, так и нынешних. Об этом можно всегда посмотреть в музее нашего завода. Я вас приглашаю всех посетить, кто не был еще, посетить наш завод, и вы обязательно придете или сами, или направите своих детей работать на наши предприятия. Поздравляю от имени заводчан вас с праздником! Желаю здоровья, счастья, мира, скорейшего возвращения мира на нашу землю! Эта работа связана с горячим металлом, и люди всегда при этой работе щедрые и на тепло, и на радость. Хочется пожелать всем вам, ну, во-первых, крепкого здоровья, мирного неба, а нашим работникам всем достойной зарплаты и стабильной работы. Дорогие металлурги, примите искреннее поздравление с этим праздником. Не ошибусь, если скажу, что каждая семья нашего большого города Харциска прямо или косвенно имеет отношение к металлургам. Здоровья крепкого вам, удачи, веры, веры в то, что все у нас будет хорошо, веры в то, что ваши предприятия, наши предприятия наконец-то заработают. Ведь от работы металлургических предприятий нашего большого города зависит не только стабильное, процветающее развитие нашего города, но и всей нашей республики. Счастья вам, удачи! Сегодня день особый для родных и для друзей Поздравить металлургам здесь собрался круг гостей Веселье, танцы, музыка звучат и там идут Мы скажем, поздравляем, у них словно вновь все ждут С праздником, с праздником дружно поздравляем вас Счастья и радости пожелать хотим сейчас Пусть удача и везение не покинут вас Принимайте поздравления, вы сейчас одна Главным музыкально-хореографическим подарком металлургам Харциско и всем горожанам стала большая концертная программа народного ансамбля песни и танца «Околица» Пусть удача и танца «Околица» В 1999 году создавался в Харциске Для артистов «Околицы» День металлурга в определенной степени тоже профессиональный праздник Несколько лет они работали сначала на Харциском силуре, после на Донецком металлургическом заводе Сегодня «Околица» – народный ансамбль песни и танца Донецкой филармонии Родной город, земляки, начинали мы здесь, очень волнительные ощущения, почему? Потому что хочется много сказать как слов, так и выступить самой и показать, конечно, свое творчество Наверное, видели и помнят зрители, это наша калинка знаменитая, она обязательно будет с медведем Это будет вечер «Матушка казачий номер» с трюками, с саблями, яркий такой в трех частях номер, очень интересный, поэтому я думаю, зрители останутся довольны На дом стояем и будем стоять, и эту землю у нас не отнять, и как молитву движу я слова, пока мы живы, а чисто жива Много огня, искр и дыма. Донецкие фаерщики, артисты проекта «Фаренгейт» в день металлурга в Харциске зажигали Причем в буквальном смысле этого слова. В 9 часов вечера на набережной Паркового пруда началось зрелищное фаер-шоу Номер с огненными шестами, короткими, называются даблы Сегодня это был первый прожиг этого номера, мы над ним работаем уже около трех недель, готовим его на Крымский огненный фестиваль, на который нас пригласили, вот в этом году, буквально через две недели туда едем Огненный реквизит для своих фаер-шоу донецкая команда артистов оригинального жанра готовила сама В арсенале укоротителей огня уникальные разработки, одна из таких – огнеметный эквалайзер Да, мы собираем их сами, это еще далеко не все, которые у нас есть, у нас их на самом деле значительно больше, вот, разных всяких больших, страшных, интересных Постепенно, потихоньку изучали газовое оборудование, вспоминали законы физики, которые вот-вот учили в школе, вспоминали это все заново, потому что без этого, как оказалось, вот такими вещами лучше не заниматься Чтобы шоу получилось ярким, одной лишь пиротехники мало, утверждает Дмитрий Грай Нужны постоянные репетиции, нужен керосин, пропан-бутан и, конечно, парочка секретных ингредиентов Только такая горючая смесь может принести зрительский успех Росли долго, трудно, постепенно, каждодневный, почти каждодневный труд Чтобы показать вот эту 10-минутную программу, мы ни один месяц и ни один год, собственно, учились делать вот то, что мы делаем Во время фаер-шоу на набережной Паркового пруда на несколько градусов стало теплее и по Цельсию, и тем более по Фаренгейту Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова